Дорогие друзья, мы даже порой не представляем себе, как окружающая обстановка, домашний обиход, убранство дома влияют на наш характер. Нам кажется, что всё это из века в век переходит и становится всё более современным, модным, и мы легко меняем убранство и конфигурацию дома и забываем о том, что было раньше. Но на самом деле дом, окно, порог, печь – всё это – особые, священные понятия для каждого человека. Вот у русских дом обозначался двумя словами. На юге это была хата, а на севере и в центре России – изба. Что такое хата? Древний индоевропейский корень – кут-кат, который обозначал жилище. И особое жилище – это практически землянка, вкопанная в землю. Это дом, поставленный без фундамента, прямо на земле. И, кстати, английский коттедж – это тот самый поставленный на земле дом без фундамента. Это наша русская хата. И отсюда ещё корень кут, который обозначает углы и улицы, и закоулки. И к нему же восходит древнейшее русское слово, редкое очень, среди других языков – уют. Итак, хата – это землянка. У нас русские хаты на юге России, на Украине, как раз и стоят вот так, прямо на земле. Глинобитные, обмазанные штукатуркой и побеленные, под соломенной крышей. Сколько их ещё рядом с модными современными коттеджами? И всё в этом слове. А вот «изба» – тоже древнее слово. Оно когда-то звучало как «истьба», «истопка». То есть это отапливаемое, тёплое помещение. Это особое помещение. Оно строилось на фундаменте. Оно строилось на сваях. На подклете, как говорилось. И был обязательно вот этот первый этаж у избы, который сохранял тепло. У немцев заимствованное слово «изба» стало обозначением бани, штубя. Вот так живут слова. Заимствуются вместе с понятиями, вместе с вещами. Давайте взглянем на то, что внутри дома. Хаты или избы – неважно. Наш русский дом прямоугольной формы, строго прямоугольной формы. И вот эта угловатая конфигурация присутствует везде. Ведь мы обозначаем, называем углы своего дома. У нас есть красный угол или красный кут. У нас есть бабий кут – это тот угол, где помещается печь. Есть кутник – мужской угол, где собраны инструменты мужские. Это место владычества мужчины, хозяина дома. Вот эти все углы, они строго ранжированы. Их не перепутаешь. И в этих углах дом делится на две половины. Одна из них мужская – там проводили праздники, собирали гостей, там праздновали рождение, там отпевали покойных. А был еще бабий дом. Бабья половина – там, где была печь, там, где готовилась пища, там, где мылись, парились. Все в доме. Но все это угловатая, как и внутреннее убранство дома. Сундуки, лавки, столы, палати, сама печь – все имеют вот эту жесткую прямоугольную конфигурацию. А взглянем на печь. Удивительное слово – печь. Оно то же самое, что и глагол «опекать», то есть заботиться. Потому что все связано с печью. Весь человеческий уют, все его довольство, потому что здесь кормят, поят, здесь моют. С самого рождения ребенок возле печи, под опекой. Вот эти связи, это взаимодействие, оно у нас с рождения, оно в нашей языковой памяти прочно хранится. Печь заботилась о выпечке самого главного в русской жизни – хлеба. А давайте взглянем на слово «окно». Здесь совершенно прозрачна связь со словом «око», то есть человеческое зрение. Окно – это взгляд на внешний мир у человека и жилище человека. Вы, наверное, замечали, что в русских домах окна, как правило, глядят на улицу. И только в сибирском разбойно-торговом лихом крае Катаржанском окна дома, да и сам дом, упрятан под прочным заплотом, забором. А в любых русских деревнях в Центральной России дома глядят на улицу всеми своими окнами. А под окнами так хорошо сиживалось и гляделось на улицу. И было известно, что за соседи мимо ходят. И было любопытно, в непогоду так и уютно выглядывать и посматривать, что там происходит. Окно – взгляд на мир. Русский взгляд на мир. И в то же время это, как и порог, граница своего и чужого. Своего, безопасного, доброго и чужого, где подстерегают всяческие опасности. И в то же время окно – это граница, которая разделяет нас с потусторонним миром. И отсюда множество примет, множество поверий, связанных именно с окнами. Например, если младенцы умирали в семье, то каждого вновь родившегося передавали в дом через окно. Прямо из Божьего мира в родной дом. А если покойника выносили, то тоже в старину. Через окно подавали гроб. Бывало так, что нищий придет под окошко. Именно у окошек просили, как посланец Бога приходил нищий. И попробуй отказать Божьему посланнику. Вот эти все приметы, они в нас сейчас, конечно, уже почти умерли, но они были прочны и живы еще даже сто лет назад. Око, окно, взгляд на Божий мир. Вот эти предметы дома, они сохраняли наш характер. Вы скажете, а каким образом? А давайте сравним. Сравним наш дом русского земледельца с печью, которая вросла в дом, которая буквально заякорена в фундамент дома и держит его на себе. И вот эта печь, которая еще называлась, интересно называлась, родным пепелищем. А что такое родное пепелище? Помните у Пушкина? Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Нет, это не место сгоревшего дома, нет-нет. Пепелище – это домашний святой огонь, который из века в век люди хранили в печи. Ведь не было ни спичек, ни огнива. Огонь добывали трением. А потом все время проживания семьи в доме сохраняли в углях. Знаете, в каком месте? На загнетке. Наверное, слышали такое слово? Это маленькая полочка, где загнетали, присыпали угли, и там все время была искорка огня. Она тлела постоянно. И когда нужно было зажечь, разжечь печь, то выгребали из-за гнетка угольки. Вот оно, родное пепелище, которое никогда не должно было угасать. Ибо если оно угаснет – плохая примета. Нужно немедленно обороняться, спасаться. Это знак смерти. Вот каково поверье древнее. Но что забавно, из этого поверья, с приходом цивилизации, спичек, сохранилась одна примета, один запрет. Категорически запрещается приходить к соседям занимать спички. Не дадут. Потому что это все равно, что отдать родной огонь из своего дома вместе с благополучием и счастьем. Вот забудем этих приметы. И частичка наша утратится. Как уже утратилось вот это древнее значение слова «пепелище». Угли, сохраняемые на загнетке. Неугасаемый огонь в родном доме. Итак, давайте сравнивать. Наш земледельческий дом, прочно укорененный в земле, стоящий без фундамента, даже вкопанный в землю, или на фундаменте, но с заваленкой. А что такое заваленка? Это когда земля засыпает для тепла верхние венцы. Это такая смесь избы и хаты. Дом с заваленкой. И каждый из нас прекрасно представляет себе эту картину. Сидеть на заваленке, греясь на солнышке. И вот наш земледельческий дом и дом кочевника. Наши кочевые соседи, которые всё время рядом, они живут совсем по-другому. И по-другому формируется их характер. Что такое жилище кочевника? Это круглое переносное жильё. Это юрта, шатёр, еранга, кошара. Круглое, состоящее из шкур, полотен или плетёное, но переносное, передвижное. Здесь не может жить трёхпоколенная семья, как у русских. А здесь живёт только одна семья. А сын, если женится, рядом ставит свою юрту. И потом какая юрта цепляется за землю? Нет, собрал, погрузил на лошадей и двинулся дальше, куда глаза глядят. Вот это черта характера. Привязанность к родной земле, укоренённость в родной земле или спокойное отношение к передвижению, где встал, где сел, там и родина. И второй момент. Посмотрите, жилища круглые у кочевников, а у нас прямоугольные. И всё там внутри мягкое. Подушки, диваны, кошмы, покрывало, одеяло. Всё для того, чтобы лечь и отдыхать. На наших жёстких конструкциях, на лавках, на сундуках, на палатах не сильно-то и залежишься. И русский характер и формируется в постоянном трудолюбии, в постоянном делании чего-то в доме. Отсюда многочисленные рукоделия, подделки, ремёсла. Вот посмотрите, как женский обиход строился зимой. Ну, казалось бы, собран урожай, можно отдохнуть, как бы не так. Весь рождественский пост женщина придёт, напрядывает нитки для тканей, а весь великий пост женщина ткёт. И как раз к Великой Пасхе, к Великому Дню обшивает всю семью новой одеждой. Вот это постоянная необходимость в рукоделии, потому что не залежишься, не засидишься. Это наш национальный характер, когда всё время руки заняты. И ты у окошка-то сидишь, в окошко на улицу глядишь, но руки-то всё равно что-то делают. И характер кочевника – поспать, полежать, посидеть, пока ты не занят. Да и света в яранге, в кочевье, в юрте нет, потому что там свет не предусмотрен, и окон в таком жилище нет. Вот всё это сплетает нити национальных характеров. И наша русская укоренённость в земле, наше русское трудолюбие и непременная занятость чем-то, руки, голова, всё должно быть в напряжении. Они определяются нашим бытом, нашим домом. И точно такое же восприятие, определяющее характер человека, национальный характер человека, зависит от пищи. Что такое русская пища? Ну, прежде всего, хлеб. Конечно, хлеб. И даже у нас всё замешано на хлебе. Похлёбка – это любой суп. Хлебать. Суп-то – это вообще заимствованное слово. Хлебать есть. И хлеб. Посмотрите, как мы относимся к хлебу. Ведь с детства знаем, матери нам и бабушке всё время напоминают – ешь с хлебом. И получается, что русский человек, основное питание для него – хлеб, а всё остальное – это заедки. Это сопутствие хлебу. И все другие ключевые понятия русской пищи, они все хлебные. Кисель. Это совсем не то, что мы привыкли видеть у нас на столе. Это кислое хлебово, запаренные овсяные зёрна. А что такое квас? И снова хлебная основа, заквашенная на ржаной закваске. А что такое пирог? Пирог – пища, подаваемая на пир. Но пироги же самые нехитрые. Хлеб, в который запечена начинка. И это пиршеское яство, обязательное на всяком празднике. И вот если взглянуть на русскую пищу, мы увидим, что она прежде всего на хлебной основе. Это пища земледельца. Это пища труженика, который своими руками выращивает себе еду. И в этом смысле давайте посмотрим снова на национальный характер. Дело в том, что учёные, этнографы, социологи называют земледельческую культуру производящей, а культуру кочевую – присваивающей. То есть земледелец, производитель, творец, он сам делает себе всё, что нужно для жизни. А кочевник – он собиратель. Он ближе к первобытности. Он идёт по земле, скитается и собирает свою пищу, в том числе и скот, которые выпасают кочевники. Это тоже форма собирательства. То, что ходит по земле. И вот эта психология, с одной стороны, творца, земледельца, а с другой стороны, собирателя, присвоителя, кочевника, она продолжает жить в людях. Она продолжает жить в психологии людей, людей, у которых были хлебопашцы в роду, творцы и кочевники в роду, те, кто по характеру воины и скитальцы. Посмотрите, земледельцы – плохие торговцы. Он всё сам себе делает. земледельцы – прекрасные воины, потому что им нужно защищать свою землю. Но воины обороняющиеся. А кочевники? А кочевники – прекрасные торговцы, потому что всё, что они собирают, при переходах они меняют на им потребное. Это веками сложилось, с тысячелетиями. И, кроме того, они прекрасные воины, потому что они завоёвывают себе благо. Это тоже продолжает сохраняться в наших национальных характерах. И это продолжает наследоваться нами при взаимодействии с нашими соседями. Удивительно, но мы должны это понимать и сознавать, мы должны это учитывать в международном общении. И вот коснёмся ещё одного продукта питания у русских – это соль. Выражение «хлеб да соль». «Хлеб, соль, платежом красна. Хлеб, соль помнится. Приходи к нам хлеба соли откушать, говорим мы. Что же такое соль? Ну, приправа знаем мы. Но что интересно, соль считается оберегом у нас русских. А знаете почему? Потому что без соли хлебная пища смертельна для человека. Без соли человек не выживет, если он питается злаками, как земледелец. А вот кочевник, у которого пища в основном мясная, без соли проживёт, потому что он потребляет эти вещества и из мяса, из крови». И вот это различие определяет то, что в русской культуре соль оберег. Соль сохраняет жизнь. И поэтому, что мы ставим сегодня, накрывая стол первым делом на скатерть? Конечно, солонку. Почему? Да мы не знаем, почему. Так положено. Так протягивается наша рука. А ещё соль – это древний консервант. Соль – это то, что предохраняет, сберегает пищу от тления, от разложения. И посмотрите, какая великая древняя мысль заложена в связи с понятием «соль» в Евангелии. Христос говорит, вы есть те соль земли. Он говорит так своим апостолам. А почему? А потому что апостолы – это лучшие люди, которые спасают человечество от разложения, от погибели. И не будь лучших людей в человечестве, но мир давно бы погиб. Соль земли. Вот этот образ, он легко был понят русскими людьми, потому что они знали, что такое соль для человека. Вот как в глубинах истории, в глубинах нашей культуры сохраняется восприятие сегодняшнее, современное хлеба-соли. И поэтому мы должны понимать, что такое русское национальное убранство, русская национальная пища. Да, конечно, у нас сегодня и суши, бары, и итальянская пицца, которая, кстати, родственна понятию «питать» и «пища», между прочим. Но русские пироги и блины, с которыми мы рождаемся и умираем, потому что эта традиция блинопечения сопровождает все этапы человеческой жизни. Поэтому русский дом, деревянный, с печью, с баней, с окнами нашими, глядящими на улицу, они должны жить рядом с нами. Потому что это сохраняет наше русское самосознание. Это часть нашего русского характера. Без этого нельзя. А слова, слова, которые живут в этих понятиях – дом, хата и изба, печь, окно, порог, граница мира между своим и чужим – они тоже должны жить. Рядом с коттеджами, рядом с новостройками. Пусть они живут. Будем их беречь и помнить.